Девушки отдыхают Почеты олимпийские турниры завершили ватерполистка Анна Тимофеева и тяжелый атлет Тимур Наниев. Напомню, что егорский штангист проиграл сопернику всего один килограмм. В пятерке сильнейших оказались и наши пловчихи Анна Егорова и Анастасия Гуженкова. Всех призеров Олимпийских игр торжественно встретили в Москве на Красной площади, где спортсмены вместе с болельщиками и оркестром исполнили гимн России, которого так не хватало в Японии во время соревнований. Субтитры создавал DimaTorzok В Нижневартовске построят дворец единоборств. Новый комплекс должны сдать в 2024 году. Бюджет проекта уже определен и полностью заложен в окружную программу. После открытия комплекса под одной крышей смогут заниматься представители всех боевых видов спорта. Во дворце намерены разместить до 16 профильных залов. Здесь будут расти новые чемпионы. Сумма порядка 800 миллионов, которая имеется в программе. Находится он будет на пересечении улиц Спортивная и Пермская. Определен земельный участок. И под его земельный участок определены критерии этого объекта. 5-7 тысяч квадратных метров, которые позволят порядка 16 залов для единоборств. Сегодня отмечается День коренных народов мира. В Югре этот праздник занимает особое место. В регионе проживает около 40 тысяч представителей ханты, манси и ненецов. В основном они занимаются традиционными видами деятельности. Оленеводством, рыбной ловлей, охотничьим промыслом, а также сбором и переработкой дикоросов. За 5 лет на поддержку коренных народов в Югре направили 1,5 миллиарда рублей. В частности удалось наладить сообщение и широкополосный интернет прямо в тайге. До конца следующего года округ будет насчитывать уже 65 айти-стойбищ. В Югре ведется работа и по сохранению языков коренных народов. Сегодня их можно изучать во всех школах, а не только в национальных. Кроме того, за последние два года в регионе полностью обновили линейку учебников мансийского языка и выпустили первые учебники на трех диалектах хантыского. Новые решения югорчане нашли и в вопросе цифровизации языков и культуры КМНС. В окружной столице разработали онлайн-переводчик мансийского языка с озвучкой, который к концу года будет содержать больше 30 тысяч слов. Югорские фотографы создали иллюстрации для мифов коренных народов. Об этом на своей странице в социальной сети ВКонтакте рассказала губернатор Югры Наталья Комарова. К Международному дню коренных народов мира сотрудники этнографического музея Торума и команда фотографов и иллюстраторов подготовила специальный проект. В нескольких изображениях они рассказали миф о создании богом людей.